Рекламно-информационная программа. У нас сегодня будет музыка. У нас сегодня будет театр. За музыку сегодня у нас будут отвечать шейкеры. The Shakers. Они празднуют 25-летие своей группы. Боже мой. И юбилейный этот концерт. Можно его юбилейным-то назовем? Безусловно. Состоится завтра. Завтра в Гауди. И мы тоже будем разыгрывать пригласительные на это мероприятие. Будет музыка. Окунемся в эту рокобилли-пати. После 12 часов мы тут находимся уже среди инструментов. У нас студия не очень большая. И нам немножко некомфортно. Хотя ничего. Это приятное. Можно расправиться. Ну а теперь театр. Мы представляем нашего первого гостя. Константин Солдатов. Художественный руководитель Кировского драматического театра. Доброе утро. Автор спектакля Киров лес. Доброе утро. Доброе утро. 12 час на часах. Да, у меня репетиция как раз в 11 началась. Киров лес как раз. Люди творческие, я не знаю, шли, не рано утро начинают. Генеральные прогоны сейчас какие-то? Сейчас собираем спектакль. На следующей неделе начнем выставлять свет. И 10 премьера ждем вас на нашем спектакле. В общем, как вы уже догадываетесь, наши слушатели, сейчас мы будем рассказывать о новинках Кировского драматического театра, о новых обстановках, о премьерах. И вот начинаем как раз таки с работы Киров лес, которая будет дана на сцене драмы 10 ноября и 11 ноября. И название, которое уже так это очень большой такой переполох в городе вызвало. Все смотрят на афишу и говорят, так, потому что Киров лес рождает вполне понятную ассоциацию любого жителя города Кирова. Здесь стоит уточнить, там Киров, точка, лес. Ты думаешь, что точка что-то кардинально меняет? Меняет, конечно. Ну, тогда давайте об этом поговорим. Не спроста там точка. Почему такое название? Да. Ну, во-первых, потому что это такое сочинение на основе пьесы лес Александра Николаевича Островского, известный русский драматург. Пьеса, которая ориентируется на 19 век, на то, что происходило тогда. Пьеса тоже классическая, скажем так. Классическая пьеса. Что уж там говорить. Ну, хотелось перенести в наше время. И мы будем говорить не только о сегодняшнем дне, но и о том, что происходило с нами вчера, позавчера, 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 в 20 веке. Мы вместе с персонажами будем путешествовать из 19 века в сегодняшний день. Это такая история или рассказ о русском человеке. О том, что происходит, происходило и будет происходить, поверьте. Говорить о том, что актуальна ли пьеса. Если мы берем пьесу, она не может быть неактуальной. То есть Островского многие воспринимают как такого скучного автора. Ну, да ладно. Ну, есть такое мнение. Я разговариваю, нет Островского. Мне кажется, наоборот, Островского воспринимают, что он, в принципе, описал современную Россию. То есть, когда он описывал... Безусловно. То есть, это актуальные места, пьесы и прочее. Даже просто современная Россия. И вот как раз хотелось какие-то интонации внести с сегодняшнего дня. Потому что там будет звучать современная музыка. Музыка, которую мы можем услышать, в том числе и на театральной площади, когда проходим мимо каких-то танцевальных вечеринок. Музыка, которая звучит в плеерах у молодых людей сегодняшних. Потому что пьеса, она вся построена на контрастах, на противопоставлениях. И в названии это и определено. Есть Киров, есть город, есть лес, да? Как бы такой пригород. Вокруг города. И в пьесе очень много вот этих вот противопоставлений. Именно то, что там есть молодые, старые, бедные, богатые, счастливые, несчастливые. Люди с нормальным заработком, с нормальной перспективой. И люди, которые без работы, без каких-либо перспектив, без шансов. И для меня очень много важных там тем, которые поднимаются и автором, и которые отзываются в сегодняшнем дне. Прежде всего, это потеря ориентиров для молодых людей, которых в детстве учат, не надо врать, не надо лгать, не надо воровать. А когда они взрослеют, когда они сталкиваются с современной жизнью, особенно это остро проявляется, наверное, в провинции. Потому что, когда там говорят, что, а вот где молодежь тусуется, и вдруг мы где-то в СМИ узнаем о том, что, а давайте ориентироваться на молодежь, давайте выйдем в YouTube, да, или давайте как-то на них воздействовать. Да, это вы вспоминаете знаменитые встречи с блогерами, с ветерами блогерами. Мне кажется, в провинции это как-то уже давно как бы определено, как можно влиять, как можно взаимодействовать с молодыми людьми. Потому что люди видят, что происходит, да, они не дураки. А в этой истории молодой человек из Петербурга, столичный парень, приехал в провинцию. И, собственно, он хочет разбогатеть, хочет красивой жизни. А здесь есть такой яркий пример, вот в виде гурмышской, которая увлекается этим молодым человеком. Она хочет счастья женского. При этом она держит такую роль благодетельницы, выцерковленные дамы, которые общаются и с светскими людьми. Благочиние такое хранение. Благочиние, да. И вот это вот лицемерие, которое у Островского есть, то есть мы там ничего не придумываем. Вот эта вот игра на общественность, да, на общественное мнение. И что на самом деле происходит. Потому что в конце все маски снимаются. В конце она конкретно объявляет о том, что она хочет выйти вот за этого молодого человека и не боится признаться в том, что ей хочется простого женского счастья. Понятно ли это современному человеку? Мне кажется, да. Мне кажется, это вообще просто вот из современности все взято. Константин, слушайте, вот я так слушаю, слушаю текст Островского. Он сильно пострадал? Да, насколько переработано. Мы немного его сократили, но практически ничего не меняли. То есть добавлений там нет. Добавлений никаких нет. Добавлений в виде музыки, в виде каких-то акцентов сценографических. Потому что художник у нас из Санкт-Петербурга, Анна Берникова, выпускница мастерской Кочергина. Очень хорошая девочка, хороший художник. Вот, она и костюмы придумала. И в костюмах можно увидеть и сегодняшний день, и вчерашний. И кто-то, может быть, угадает советского человека. Потому что если выйдешь в город, то можно найти и современно одетых людей, а есть людей, которые остались в том времени. То есть есть такие костюмы, как сейчас говорят, юнисекс, а здесь юнитайм. Юнитайм, да. То, что можно в любое время было увидеть. Вот это хорошее определение, надо мне запомнить. Юнитайм. А за счет чего проводятся еще параллели с современностью костюмы, музыка, сценография? Еще какие вот фишки такие особенности? Система взаимоотношений. Потому что, вот, например, все крутится вокруг леса. И я здесь вижу аналогии с пьесой «Вишневый сад». Если помните, там в конце «Вишневый сад» распродают, пытаются его уничтожить. То здесь вот этим источником дохода является лес. И Гурмышская, которая обладает этим огромным лесом, огромной территорией леса, она его распродает именно для того, чтобы обеспечить свою счастливую жизнь, купить любовнику костюм, купить там какие-то себе побрякушечки. А есть купец, мы даже в рекламе там определили, что владелец лесопилки. Есть такой купец, который обладает денежным ресурсом и скупает этот лес, конечно же, пытаясь и там где-то для себя выгоду найти. И эти денежные отношения, товарно-денежные отношения, есть в сегодняшнем дне, абсолютно должны быть понятны. Мы даже это укрупняем в виде, ну, как бы такой деловой сделки, да, когда Гурмышская встречается с этим купцом, и там откровенно появляются купюры денег. Деньги-то какие? Деньги-то какого? Какой эпохи? Деньги, ну, мы взяли, как бы такой усредненный вариант, да, но там такие большие пачечки будут, чтобы было понятно, что это большие деньги, потому что там говорят 4 тысячи, да, тогда это были огромные денежища, то есть это десятки миллионов, да, вот, сейчас 4 тысячи – это для нас практически ничто. То есть не 16 миллионов, в любом случае 16 миллионов, да. Поэтому там много есть аналогий, я думаю, каждому будет интересно посмотреть нашу версию и вынести для себя что-то такое, что-то свое. Вообще именно эта работа Островского, она, не припомню, давно ли оставилась, она вообще на сцене драматического театра. По-моему, не ставилась, вот, насколько я знаю, ну, последние там 30 лет точно ее не было, вот, но лес ставится по стране, и сейчас какой-то всплеск интереса к Островскому в очередной раз. Ну, мне кажется, как раз потому, что все узнают себя. Я несколько замечательных спектаклей вот посмотрел в Москве, и один из интереснейших спектаклей поставил Дмитрий Крымов, он «Золотую маску» в свое время получил, называется «Ой, поздняя любовь», вот, ну, по мотивам также пьесы «Поздняя любовь». Вот, очень смешной, очень ироничный, очень интересный в сценографическом плане, очень современный. Вот мы когда с друзьями ходили, столько восторженных отзывов я слышал, вот, поэтому, а здесь, а здесь хотелось бы взглянуть на наше действительное, то есть мы живем в провинции, и можем наблюдать вот этих вот самых людей, вот эти самые отношения, вот это самое устремление к тому, чтобы жить счастливо, жить в достатке. И в частности использовать для этого лес. Да. То есть просто совпадение стопроцентное. В том числе вы предлагаете всем нам взглянуть на себя со стороны. На себя со стороны, и мы это делаем посредством театра, таким многообразием театра. Театра современного, театра традиционного, театра как карнавала и реалистичного где-то, и где-то может быть, ну, у нас есть там такие вкрапления, там есть два артиста, и вот, наверное, этому мы посвятим один из вопросов. Давайте вы нас уже плавно так подводите к небольшой паузе, затем мы озвучим те призы, которые сегодня у нас есть в культпоходе. Напомним, что у нас в гостях Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра, и мы говорим о премьере. Драма 10 ноября и 11 ноября. Киров.лес по Островскому. Комедия в двух действиях написана на сайте Кировского драматического театра. Ну, скоро начнем розыгрыш. Культпоход. Ну и, конечно же, пригласительные билеты на премьеру Киров.лес мы сегодня разыграем. Это 10 ноября в 18.00 и 11.00 в 17.00, да. 10 или 11.00? Ну, понятно, или 11.00. Два пригласили на две персоны. Кто уж куда хочет. Ну, а теперь дальше. Да, ну, кроме этого, в драмтеатре у нас «Женитьба Бальзаминова» 3 ноября в 18.00. Пожалуйста. «Медведь» 5 ноября в 18.00. Пожалуйста. Прекрасная совершенно постановка. Дальше книжки. Книжки, да. «Филипп Казан. Аппетит». Вот, на самом деле, все книжки-то они привлекают внимание. Взгляд сразу как-то на них падает. Они очень красивые, да. Вот она, правда, аппетитная книжка. Аппетит. Тот самый интернет-бестселлер Алексея Маркова «Хулиганская экономика». Она действительно хулиганская. Она хулиганская оформлена по-хулигански. Но она 18+. Да, если зачитывать, чему она посвящена, можно попасть на санкции. Ну, да. Роскомнадзора. Ну, мы скажем так. Это книга о финансовых рынках для тех, кто их в гробу видал. Вот так вот. Это еще мягко сказано. Мягко сказано, да. Ну, и по-прежнему у нас в розыгрыше «Ван Сюйфэн. История чая и человека в фактах, легендах, литературе и произведениях искусства. 6+. На самом деле, интересная очень книжка. Содержательная. Очень красивая, интересная. Ну, ребята, китайцы пишут, китаянка пишет о чая. Это просто уникальное. Ну, напомнить хочу, что эту и другие книги вы можете купить. Магазин «Читай город» по адресу Преображенская, 65. Есть пригласительные именно в музее. Это палеонтологический вятский, кировский городской зоологический музей. Можете тоже выбрать. И далее. Приглашение на концерт Валерия Семина «Играй баян». Это 17 ноября в ДНТ, 18.30. Организаторы концерта «Издательский дом Норма» и арт-студия «Маска». Ну, если хотите, в кино можете сегодня билеты выиграть. А именно выбрать, вернее, а именно в кинотеатр «Смена». И есть еще. Пригласительные в Валерию Прогресса, конечно, как мы чуть не забыли. На выставку работ Татьяны Павловны Дедовой. Вятская губерния города Ещёла 100 лет назад. А выставка работает до 14 ноября, так что время уже ограничено. Ну, и без шейкеров мы не будем уж разыгрывать пригласительные на их завтрашний юбилейный концерт. Ну, там не только пригласительные, там еще и диски будут. А, диски еще принесу. Ну, это когда они придут, тогда мы уже и начнем с их, так сказать, благословения. Ну, Францин, давайте чем-то подбодрим немножко наших слушателей уже. Спросите их о чем-нибудь. Первый вопрос. Ну, вопрос не такой сложный, как, мне кажется, кто знаком с пьесой «Лес». Как зовут двух артистов в пьесе «Лес» Островского? Двух артистов. Имена двух артистов в пьесе «Лес» Островского. Ну, что ж, ребята, гаджеты, наверное, в руки, да? Они такие антагонисты. Они антагонисты, да. Антагонисты такие. А пока наши слушатели звонят, 211-101, расскажите, пожалуйста, госпожу Гурмышскую, кто играет? — Народная артистка Наталья Николаевна Исаева. Артистка Кировского драматического театра. Давненько мы же ее не видели. — Да. — В новых ролях. — Был перерыв, да, небольшой. И вот мы сейчас активно репетируем. Мне кажется, Наталья Николаевна очень интересна и на эту роль смотрит, и проявляет себя. И в неожиданном, мне кажется, таком ключе она будет представлена в этом спектакле. Так что приглашаем всех почитателей творчества Натальи Николаевны Исаевой 10-11 ноября в нашем театре «Киров лес». — Принимаем звонок? — Конечно, конечно. — Алло. — Здравствуйте. — Здрасте. Андрей Жигалин с нами. — Ну да. — Ну, Андрей, ну говорите уже, не томите нас. — Счастливцев и не счастливцев. — Счастливцев и не счастливцев. — Прекрасно. Геннадий Несчастливцев и Аркадий Несчастливцев. — Ты даже еще имена вспомнил. Сейчас вопрос-то был, как их звали, да, зовут и с именами. — Мы все равно зачитываем, безусловно. — Аркадий роль исполняет Владимир Жданов, а Геннадий Иван Шевелев. — Отлично. Андрей, ну что выбирайте? — На 10-е в драмтеатр, на премьеру. — На 10-е в драмтеатр, на премьеру. — То есть на «Киров лес». — Ждем вас, увидимся. — Прекрасно. — Хорошо, не говорите, пожалуйста, трубку. — Ну давайте еще немножко поговорим об актерском-то составе. Все-таки приличное число людей занято. — Да, приличное. У нас там еще вся молодежь практически занята в спектакле. — Илья Быков, который был у нас тоже в студии. — Да, и надо сказать, будет один дебют. Это Игорь Ерохин, молодой артист, который еще не выходил в новых спектаклях. Он играет роль как раз вот этого молодого любовника Гурмышской Алексея Буланова. Поэтому интересно было бы на него посмотреть и рекомендую. Вот Игорь Ерохин. И в дубль с ним играет Евгений Моисеев. Но Евгений Моисеев уже знаком кировскому зрителю по многим спектаклям. Что касается актерского состава, то замечательные Владимир Жданов, Иван Шевелев, Вячеслав Лосенков, Светлана Золотарева, Александр Титерин, Вячеслав Чистяков, Наталья Николаевна, про которую мы уже говорили, Исаева. И молодые ребята, которые как раз играют роль вот этих самых жителей, жителей вот этого поселения, поселения, где живет Гурмышская. — Ну, раз Киров точка лес, то можно назвать это поселение условно и словом Киров. — Ну, пригород, да. — А, кстати, лес-то он как-то там визуализирован? — Нет, я специально хотел избежать этого, потому что в основном сценография строится на том, что либо лес каким-то пейзажем представлен, либо он реально там какую-то древесину на сцене выставляет. — Как-то пахнет. — Нет, я говорю, пилорам поставить там эту циркулярку. — У нас вот лес никак не представлен, и я считаю, что это наша отличительная такая черта, черта нашего спектакля. — То есть такое смелое режиссерское решение. — Пусть лес возникнет не конкретно в каком-то воплощении, а лес — это именно как то местечко, в котором живут и хищники, и грызуны, и насекомые. — Винни-пух и все-все-все. — Хищники и их корм. — Ну, давайте порадуем. — Ну, они же как-то в лесу уживаются. — Ну, да. — Давайте порадуем еще наших слушателей вопросом. Они нас порадуют правильным ответом Николая. — Ну, хорошо, тогда я попрошу фрагмент музыкальных. — Человек, голос которого вы сейчас слышите, при рождении был назван Гарри Роджер Уэбб. — Родился он в сороковом году. Вот то, что вы сейчас слышите, записано им четыре года назад. То есть он до сих пор жив, активно концертирует. — Возраст из 73-х лет. — И даже имеет рыцарское звание. И до того, как в Англии появились Битлз, это был самый популярный исполнитель. Даже Элвис Пресли не мог с ним сравниться. Вопрос простой. Как его сейчас зовут? И три варианта ответа. Его зовут Клифф Ричард. Его зовут Том Джонс. Его зовут Тони Беннетт. — Я думал, мы сейчас озвучим варианты. Как их зовут? — Роман Чащин, Алексей Винокуров, Дмитрий Валетин. — Я думаю, лет через 40, наверное, и такие вопросы будут задавать. — Это состав группы Шейкера, которые скоро будут в нашей студии. — Итак, вопрос простой. Чей голос вы слышали? И три варианта ответа. Это был Клифф Ричард, это был Том Джонс, это был Тони Беннетт. Что, уже есть желающие ответить? Ну что ж, давайте. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Александр. — Александр. — Кто ж для нас пел? — Клифф Ричард. — Совершенно верно. Это был сэр Клифф Ричард. Песенка Fabulous. — А вы, Александр, как-то увлекаетесь творчеством этого исполнителя? — Нет, ну так, знаю. — Ну, как бы, с другой стороны, понятно, что от Тома Джонса и Тони Беннетт этот голос очень сильно отличается, если кто-то их слышал. — Ну, там другой тембр, конечно. — Абсолютно, да. Ну что ж, все прекрасно. Какой приз вы хотели бы получить? — Билеты в смену. — Билеты в смену? — Билеты в смену. — У нас они есть. Вы хотите песен, их есть у меня. — Хорошо. — Не кладите трубочку, вам объяснят, как вы их получите. — Так, а где у нас в списке билеты в смену? — Есть, есть, есть. — А, в самом конце. — В самом конце, хорошо. — Отмечательно. — Ну, теперь мой вопрос. — Конечно. — Мой вопрос связан с Кировским драматическим театром, как ни странно. Я посмотрел историю, она в том числе сразу подсказываю вам на сайте Кировской драмы присутствует. Этот вопрос как-то звучал уже в викторине «История создания», может, год назад, может, пару лет назад. Скажите, пожалуйста, дозвонитесь, какова связь нашего драматического театра и московского метрополитена? — Вот Константин, интересно, знает? — Не, ну сейчас-то не говорите уж. — Не сознавайтесь в том, что не знаете, вам подскажут правильный ответ. — 211-101. — То есть как связан Кировский драматический театр, чем или каким образом, да, и московский метрополитен? Что их связывает? — Он связан, сразу скажу, какой-то вещью определенной. Вот вещь. — Кстати, ровно 78 лет назад драматический театр начал работу вот в том самом здании, которое сейчас у нас расположено на театральной площади. — Ну это такая подсказка небольшая. — И 4 ноября 1939 года, то есть завтра, был открыт новый театральный сезон уже в новом здании. До этого, я напомню, здание драматического театра было деревянным, оно примерно там же располагалось. — То есть у вас опять тут какие-то даты все получаются? Все какие-то даты? — Слушай, ты озадачил людей как-то. — Итак, московский метрополитен и Кировский драматический театр. Хорошо, дальше подсказываю. Рабочие метростроя подарили, ну, так сказать, на переезд, на новоселье нашему драматическому театру нечто. — Вот это. — Вот это. — Нечто красивое. — Нечто красивое. И это до сих пор присутствует в зрительном зале. Все уже, уже, уже как мог подсказать уже. — Что-то такое в зрительном зале, что связывает Кировский драмтеатр и Московский метрополитен. Причем связывает давно, с момента, как бы, появления этого прекрасного каменного здания. — Нового театра. Мне сам-то театр был основан... — Я понимаю, с момента появления этого каменного здания. То есть, когда оно появилось, оно здесь с колоннами красивое на площади. — Информация, в общем-то, в сети доступна, вы можете... — Да вот, кто-то, наконец-то, нашел нужную страничку. — Алло. — Да, здравствуйте. — Здравствуйте, как вас зовут? — Константин. — Константин. Так что же подарили рабочим? — Мне кажется, это люстра. Или как она там называется? Большой светильник, который висит вверх. — Большой светильник. — Большой светильник. Ну, люстра, ответ принимаем. Ну, люстрой будем называть уже по бытовому... — А как на самом деле называется, скажи уже. — Да люстра. — Так и называется. — А что же тогда ты там начинаешь? Мы принимаем ответ. Человек совершенно правильно ответил. — Проектировали московские товарищи наше здание. И, собственно, работники метростроя сделали огромную люстру для зрительного зала и подарили ее. — Все отлично. — Вот так вот. — Ну что, Константин, вы победитель. Что вы хотите получить? — Можно еще чуть-чуть озвучить? Я где-то пропустил вас. — Так, давайте не будем отвлекаться. — Обласите весь список. — У нашего редактора сейчас тоже список есть. — Редактор вам объяснит, что вы можете выбрать. — Не кладите, пожалуйста, трубку. — Так, у нас остается буквально пара минут. Давайте еще раз про спектакль напомним. Пригласим. — 10-11 ноября ждем вас на нашей премьере. Спектакль «Киров.лес» по пьесе Александра Николаевича Островского «Лес». Автор спектакля Константин Солдатов. Ждем вас. — Он же гость нашей студии. — Как-то очень кратко. Мне еще хотелось поговорить. Я же говорю, две минуты есть. 10-11 число. Пока следующая еще дата не назначена. — Я сейчас не смогу. — Все будет зависеть от того, как публика примет. — На наш сайт, и там репертуар обозначен. — Да, господи, информация, по-моему, всегда о Драмтеатре есть везде. — Да, и на ноябрь, и на декабрь там будут еще показы. Смотрите. И хотелось бы пригласить всех. — Но все-таки планы есть ее включить в постоянную. — Да, безусловно. — Безусловно. Хотелось бы еще пригласить. У нас недавно на малой сцене вышел замечательный спектакль, который называется «Тихий шорох уходящих шагов». Режиссер Захар Пантелеев. Очень интересная, любопытная работа. Вызвала очень много противоречивых таких мнений зрителей. И мы проводим обсуждения после спектакля. Так что приходите. В декабре будет... Не в декабре, в ноябре будет спектакль. Вот тоже посмотрите в репертуаре. «Тихий шорох уходящих шагов». Ждем вас. — Ну и кроме того, еще много другой интересной информации можно найти в Драматическом театре, происходящем там в интернете, в том числе в группе, в социальных сетях. Спасибо большое. Удачной премьеры. — Спасибо вам. — 10-11 числа Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Всего доброго. Сейчас у нас небольшая пауза, после чего «Культ поход» продолжится. У нас будет новый гость и еще один анонс предстоящего события. Культ поход. Продолжается программа «Культ поход». Ведут передачу по-прежнему Николай Голиков и Владимир Сметанин. И с нами в студии новый гость Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. Алексей Александрович, добрый день. — Добрый день. — Здравствуйте. — И сейчас мы будем говорить о мероприятии, которое состоится прямо уже сегодня. — Прямо сегодня. — В инженериуме Вятском государственном университете. Называется это все дело «Арт-ночь». — Да, «Цифра в искусстве», «Искусство в цифре». — «Ночь искусств». — Акция международная называется «Ночь искусств», но здесь-то ведь все по-своему. — Штука эта бесплатная, сразу же скажем нашим слушателям. — Абсолютно вход свободный. — Вход свободный, поэтому все вы можете туда прийти, и мы туда можем. — Нет, ну прийти туда могут все, но, ребят, приходите вовремя, потому что определенные аудитории, всех не вмещают. Я знаю, что у вас будет читка. На читке уже четко сказали, ребята, в такое-то время теперь будет закрыто, кто не успел, тот опоздал. — Нет, я думаю, что войдут все. Ну, мы вчера думали о том, как нам с гардеробом повоевать, чтобы всех уместить. Но в этот раз, в отличие от «Ночи музеев», у нас все три этажа задействованы, поэтому я не думаю, что не хватит пространства. Можно все успеть обойти за шесть часов, три этажа, арт-полицейские, которые будут следить не за дисциплиной, а будут волонтерами, гидами и будут помогать. И всем, в зависимости от его пристрастии, отводить именно на те площадки, которые интересны. — А злой вахтер не появится опять в конце программы? — Нет. — Точно? — Это проговорено, потому что в том году пришло, говорят, ребята, все время кончилось? — Ну, будем считать, что это тоже часть инсталляции. — Ну, это было хорошо воспринято, да, вот такое появление. — Ну, давайте обо всем по порядку, чтобы как-то расставить все по местам, чтобы не вводить в заблуждение, чтобы не было каши в голове у наших слушателей. — Она все равно будет. — Там такая программа, что каши все равно будет. — Давайте по порядку. — Сегодня в 16.00 уже можно приходить. — Совершенно верно. И в 16.00 логично приходить все-таки с детьми. Потому что, сразу скажу, часть площадок, она подразумевает возрастные ограничения, вплоть даже в 18+. Причина. Во-первых, собственно говоря, все эти эксперименты с виртуальной реальностью, которые, ну, я думаю, что знатоки там игр знают, есть ограничения по эпилепсии и так далее. Вот, поэтому дело еще такое свежее, новое, малопроверенное. Лучше не рисковать. — На детях лучше не пробовать. — Да, поэтому мы решили здесь немножко ограничить. Это не значит, что детям это не дадут. Просто детям дадут не все. Это раз. Во-вторых, будут интересны... — И за это будут следить? — Да, конечно. Очень строго будут следить. Вот. И будут квесты, которые направлены на вытягивание из человека самого такого дикого, тайного, животного. Вот. Что тоже детям не рекомендуется. Поэтому так же будут... — Родители, наверное, хотели бы вытащить из своих детей все тайное и животное. — Успеет еще. — Собственно говоря, уже ближе к часикам к шести и далее к восьми, конечно, уже лучше подходить взрослым. Вот. Наши партнеры здесь вовсю тоже гуляют вместе с нами. Театр Наспасской, наши любимчики. Они не только устроят читку пьесы, но и они еще, скажем так, дадут такую живую пьесу, когда люди будут в ограниченном пространстве получать задания, они будут такими живыми актерами. И сразу скажу, над ними тоже немножечко поиздеваются. — Угу. Ну это ж ночь искусства. — Ночь, ночь, ночь. Ночь, когда сел из зла, царствует безраздельно, как писал Конан Дойл. — Да, да. Но не все так страшно. Будет очень интересно. Все-таки мы планируем здесь привлечь интерес любой публики. И та, которая любит цифру, и та, которая этой цифре сопротивляется. Поэтому одни будут иметь возможность погрузиться во все цифровое, стать участниками этой самой цифры, посмотреть через дополненную VR-реальность на несуществующую в реальном мире какую-то там пространственную вещь, погрузиться туда самим, скульптуры которых нет, а в VR-е они вдруг появляются. Вот те, кто этому противится, могут посмотреть традиционные виды искусства. То есть мы здесь как бы попытались совместить одно с другим. У нас есть такое направление «Побег из цифры». И там у нас зрители будут смотреть, как создаются инсталляции, как рисуются картины, понаблюдая то, что уже сделано. Сделано много интересного и оригинального. — Насколько с технической стороны это все сложно? Я так полагаю, что замысловато достаточно. — Во-первых, задействовали все ресурсы нашего университета. Не только Институт гуманитарно-социальных наук. У нас здесь задействован и Пединститут со всеми его техническими новшествами и Политехнический институт, студия виртуальной реальности «Вертолет», Институт математики и информационных систем. Плюс наш партнер «Имлайт» покажет цифру 3, то есть свет, звук, музыка. Как все это выставляется на различных шоу-мероприятиях, как ставится звук, как ставится свет. Людям дадут возможность самим в этом во всем поучаствовать. То есть, ну, с технической точки зрения, я думаю, что это для города Кирова передовые технологии. — Интересно, очень интересно. Ну, для самих-то сотрудников и для тех же волонтеров трудоемкое достаточно занятие. — Трудоемкое, но вы понимаете, вот я вчера вечером, когда этот процесс наблюдал, я буквально забежал на полчасика, вышел через два с половиной часа, углядев далеко не все, вот, и с трудом себя заставил уйти, потому что были другие мероприятия. И вот вы понимаете, вот они счастливые люди. Они уже, я так подозреваю, последнюю неделю не высыпаются, они уже жертвуют все и всем, семьей, личной жизнью, но они счастливы, потому что они творят. Вот их взгляды вчера, вот как они все это рисуют, делают, ставят, это взгляды людей, полностью погруженных и отдающихся своему делу. — Сколько вообще команд это людей, которые готовят? — Ой, численно даже не назову, только от университета, ну, где-то, наверное, я думаю, задействовано человек 40-50, а плюс наши партнеры. Ну, то есть вот вчера как раз пришел театр на Спасской репетировать. — Так это вообще какой-то муравейник был. — Шумно и весело, да. Муравейник, но я думаю, что мы как раз этого и хотим, и в этом и живем. — Ну, кстати, муравейник — это очень организованная структура, на самом деле. — Да, да, вы правы. Вот, здесь у нас тоже есть, как бы понятно, все продумано, план написан, все там расставлены. Люди, кто где, специально обученный, знает, чем заниматься. Но я думаю, что вот элемент творчества, элемент импровизации все равно будет в любом случае. Иначе это мероприятие неинтересно. — Основная мысль, основная идея какая-то заложена в этом мероприятии. Вы все-таки хотите развлечь, удивить или что-то еще научить? — Понимаете, хотим немножечко показать, что вот цифра, которая наступает у нас в целом, я имею в виду в развитии человечества. — Ну, мы имеем в виду цифровые технологии. — Да, цифровые технологии, совершенно верно. Это процесс неизбежный. Сейчас же много очень заговорили, там, Илон Маск и так далее, что искусственный интеллект — это все страшно и опасно. Да, все новое. Просто вспомните детство, вспомните Жюлю Верна, вспомните вообще, как раньше люди реагировали на технические новшества. Многие воспринимали в штыки и боялись. Да, опасности есть, но при этом ведь и увеличивается комфорт, увеличиваются возможности. Поэтому вот эта цифра, она на самом деле уже среди нас и не только в гаджетах. Вот, честно говоря, уверен, что пройдет еще несколько лет, и мы будем ходить в кинотеатре не только там смотреть 3D и сидеть в дебоксах, но также будем в виртуальной реальности эти фильмы просматривать. Поэтому, понимаете, вот здесь как бы искусство на месте тоже не стоит. Не надо думать, что искусство — это вот художник, замотанный шарфом в беретике, который сидит и рисует. Улетевший какой-то есть. Да, Алексей, но я хотел бы сказать, и художник, замотанный шарфом, тоже никуда не денется. Никуда не денется. Поэтому вот у нас как бы есть концепция, то есть искусство в цифре, с одной стороны, как искусство погружается в эту цифру, с другой стороны, цифра в искусстве, как цифра проникает в искусство, но и выход, бегство от цифры, то есть традиционные виды искусства. Мне кажется, тут даже бегство — это такое страшное слово, просто все равно будет считать все параллельно, как это было много раз при всех новых наших революциях, так сказать, начиная с книгопечатания, кончая телевидением, чем угодно. Все будет считать параллельно всем, всем места хватит под этим солнцем. Мне сейчас вспомнилось, просто не так давно мы здесь в студии общались с Валентином Николаевичем Пугачем, ректором ВИАДГУ, и как раз говорили о цифровой экономике России, там вот программа-то уже предпринята, принята вернее, и планируется, что в ближайшее время просто у нас у всех будет очень много свободного времени, и нам нужно будет решать, чем заниматься. — Помнишь, у нас профессор Фрайбург был, да, как-то в эфире? — Файнбург. — Файнбург, да-да-да, который сказал, что он как раз занимается тем, что решает проблему того, чем будут люди заниматься, когда у них будет нечего делать. — А вот, коллеги, как раз мы в своем университете постоянно ставим перед собой вопрос, какие же профессии будущего, потому что если готовить специалистов, то готовить именно на будущее. И вот вся эта цифровизация, назовем так, автоматизация многих процессов как раз пугает тем, что люди останутся без работы, люди отдельных профессий. Но, опять же, ведь технология меняется всегда, и всегда были ломатели машин, историки расскажут много интересного. — Лундиты были, да. — Да, все правильно. Но это не означает то, что в дальнейшем оставались без работы. Просто новая профессия. И поэтому, вот смотрите, здесь как раз и речь идет о том, что искусственный интеллект, его, наверное, много можно будет научить, но творить, фантазировать, придумывать, сочинять, то, что у человека как раз правое полушарие мозга отвечает, это-то еще, я думаю, долго человечество не сможет сделать для искусственного интеллекта. Поэтому вот как раз соединение искусства и цифры — это самое интересное и, мне кажется, самое перспективное. — Давайте вопрос нашим слушателям зададим. — Да. — Просто без этого мы не должны нашу гостю отпускать. — Алексея немножко дадим передохнуть, чтобы он придумал вопрос. Задаст музыкальный вопрос Николай. — Ну, я бы опять попрошу включить маленький фрагментик композиции. — В эфире снова звучит голос Клиффа Ричарда, сэра Клиффа Ричарда. И вопрос такой, достаточно нескромный. Дело в том, что это первый его хит номер один, и он вышел ровно в тот год, когда родился я, и даже в один месяц со мной, так сказать. Поэтому вопрос очень простой. Сколько лет этому хиту? Или я спрашиваю, сколько лет мне? И предлагаю три варианта ответа. 70, 65 и 58. Тут ответ правильно, получит наш приз. — 70, 65 и 58. — Сколько лет назад вышла песенка Клиффа Ричарда «Живая кукла» она называется. — Если вы знакомы с Николаем Голиковым, она не знает, сколько ему лет. — Она вышла в этом году, это был его первый хит номер один. Да вот уже люди, которые прекрасно знают, когда вышел этот хит. Добрый день. — Здравствуйте. Я думаю, 58 ему. — Вы совершенно правильно думаете. Почему ему? Мне. — А, да. — И ему тоже 58. — А вас зовут Напомнилите Надежду, да? — Я Светлана. — Это Светлана, это Светлана тоже наш постоянный слушатель. Светлана, вы совершенно правильно угадали мне вопрос. — Что хотите получить? — А диски-то можно ли спросить, про что будут диски-то? — Диски с музыкой будут. — Мы пока не знаем. — Да, Шейкерс будут свои диски, свои, со своей музыкой диски. — Не знаете, да. — Да. — Ну, давайте тогда. Киров, Лес, я уже года четыре не была в Крам-театре. — Хорошо. У нас есть на 11 ноября на 17.00. — Да? — Да. — Все, отлично. Не кларите, пожалуйста, Светлану трубку с нашим редактором, пообщайтесь, она вам объяснит, куда прийти за этими билетами. Ну и последний вопрос, видимо, Алексей Костин у нас будет задавать, связанный с цифрой. — Уважаемые слушатели, вопрос вот какой, связанный с цифрой, совершенно верно. наш университет проводит не единственный проект, связанный с цифровыми технологиями и с искусством. И был предыдущий проект, он продолжается до сих пор. Вот я бы хотел задать людям вопрос. Проект Вятского художественного музея совместно с Вятским государственным университетом, связанный с дополненной реальностью и связанный с искусством. Как он называется? — Как он называется? Ну, на слуху. — Ну, вообще, это он на слуху, и мы говорили о нем. — И он на слуху, и мы говорили о нем. — 211-101. — Да просто, кстати, на внимание. Те, кто внимательно слушает Эхо Москвы, ну как, последнее в этом часе. — В этом часе, а, да. — Да, мы же у нас же еще впереди. — Не знаю, может, Джейки расскажут, что вообще не будем ничего говорить. Давайте нам время на то, чтобы помузицировать. — Ну и что, пусть они играют. Слушай, я буду же карат, я, согласен, даже и потанцую здесь. Люблю рок-н-ролл. Вятского художественного музея имени Воснецовых. — И уже человек, который желает дать правильный ответ на этот вопрос. Добрый день. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Попробую Надежду. — Надежду. Вот сейчас Надежду, да? — Сейчас Надежду. — Да. — Попробую угадать нереальной реальностью. — К сожалению, нет. — Это проект художественного музея без Вятского госуниверситета. Это они с питерцами сотворили. — Ага. — Может, еще одну попытку вам дать? Подскажите, Алексей, пожалуйста. — Нет, в голове ничего нет. — Не кладите трубочку, попробуем. — Давайте так. Проект все-таки об истории нашего города, нашего края. И там есть в названии слово «Вятка». — Вятка. — Вятка, Вятка. — Нет. — Чьими-то глазами. — Вятка. — Глазами художников. — Отлично. — Слушайте, Надежда, вы молодец. Надо было всего лишь попытаться чуть-чуть. Абсолютно правильно. — Они там сидели, творили. — Прямо так можно было подойти и посмотреть. — Ну что, выбирайте приз. — Если можно, в кинотеатр. — В кинотеатр? — На самом деле, то у нас брали уже в кинотеатр. — Сейчас посмотрим, что у нас с кинотеатром. Там вот этот билетик, он на сколько персону? — Один билетик на одну персону. — Тогда у нас уже билетиков не оставалось. — Так, к сожалению, да. — Даже не знаю. — Книжку или куда-то... — Книжку возьмите. Прекрасная книжка совершенно. — Драмтеатр, Медведь, Женитьба Бальзаминова есть. — Давайте в драмтеатр на выходные. — Так, это что получается? На Медведя? — Медведь 5-го числа. — Пятое число. — Женитьба Бальзаминова вообще сегодня. — Медведь? — Это драмтеатр, да? — Да, это драмтеатр, да. — Давайте. — Давайте, хорошо. — Это в Казановой, да? — Хорошо. — Медведь 5-го числа. — Медведь 5-го числа. Во втором части у нас еще будет театр «Наспаска», я напомню. Спасибо большое. Еще раз напоминаем, что сегодня приглашает Вятский госуниверситет всех к 16-ти часов «Инженериум Преображенское 41». — Очень ждем. — Да. Все это в честь международной акции «Ночь искусства». Называется «Инженериум искусства в цифре, цифры в искусстве». Отлично. — Спасибо. — До свидания. — До свидания. — Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук ВИАТГУ. Мы не прощаемся. Будет музыкально у нас уже через 20 минут. Будьте с нами. КУЛТ ПАХВОТ